Продолжительные новогодние праздники закончились. Сегодня первый рабочий день в 2018 году. С каким настроением богучанцы пришли сегодня на работу и готовы ли они к трудовым будням, спросим у жителей нашего села. Очень легко, надо было праздники не шибко можно проводить. Это важно постоянно в рабочем режиме. Вы так делали? Да. Иначе за руль бы не сел. Хорошо. А как пойти в рабочую струю? Как себя подготовить после праздников? Ну, я не знаю, как подготовить. Каждый подготавливается по-своему. Вам легко было сегодня на работу прийти? Легко, очень легко. Ой, не знаю. У меня не было праздников, я в магазине работаю. Я не работаю пенсионер, поэтому мне не трудно. Да у меня с 3-го числа уже рабочий день. А, то есть вы как приготовите тогда вот к этим трудовым будням? Не знаю. Как вы 3-го вышли на работу? Не тяжело? Ну, вахта. Да нет, нормально. Да? Да. Как бы шибко сильно не праздновали Новый год. В кругу семьи посидели и все отдохнули. И это залог хорошего настроения? Хорошего настроения, да. Нечего все время гулять. Я бы хотела, чтобы их отменили такие длинные праздники. Конечно, люди все работают, им хочется что-то по дому сделать, им нужны выходные. А нам, пенсионерам, так надоедает. Надо куда-то шевелиться. Как первый рабочий день после праздников? Отлично. Все хорошо? С Новым годом. Надо дня три высыпаться, подготавливаться, с утра часов в шесть встать, сделать зарядку, настроиться на работу. На лыжах. И идти на работу. И все там вылетело все. Хорошего настроения. Ну, конечно, как всегда. Плавно войти в рабочий ритм поможет элементарная уборка на рабочем столе, приведение в порядок бумаг, построение планов на будущее. Спланируйте свой день, первую неделю, поставьте перед собой цели на год. Выбросьте все ненужное, закажите новые констовары, привнесите что-то новое в обстановку офиса. И, конечно, не забывайте про настрой, с которым вы возвращаетесь к обычному рабочему ритму. Выбросьте все негативные мысли вместе с елкой, не дожидаясь февраля. И смело начинайте работать над собой в наступившем году. Людмила Кочнева, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр», Богучаны.